Объемы государственной помощи в сельском хозяйстве по сравнению с прошлым годом увеличились почти в два раза. В Аягозском районе благодаря этому значительно увеличивается поголовье крупного рогатого скота. По району насчитывается более 1200 хозяйств, большая часть из которых животноводческие. Одно из них, жители Аягоза Бахтпека Турспекова, благодаря господдержке получило хорошее развитие. Хозяйство Аягоза Бахтпека Турспекова выращивает лошадей породы жабе, племенных белоголовых коров и грубошерстных овец. Здесь насчитывается 350 голов лошадей, 780 коров и почти 3000 голов мелкого рогатого скота. По словам животновода, сейчас полным ходом идет подготовка хозяйства к зиме. Подготовились уже на 70%. Сейчас проводятся работы по заготовке кормов на зиму. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, все трудятся, не покладая рук. Будем и дальше разводить скот. Мы из тех, кто готовит мясо для государства, улучшает качество племенного скота. В крестьянском хозяйстве есть откорм-площадка на 300 голов крупного рогатого скота. Она обеспечена всем необходимым. Здесь на постоянной основе работают 15 человек, для которых созданы все условия. В зимовке построены дом и сараи. Также установлен генератор, получающий энергию от ветра и солнечных лучей. Решена проблема с питьевой водой. Однако, чтобы улучшить работу хозяйства, требуется дополнительная поддержка, говорит животновод. Мы участвуем в каждой государственной программе. Получаем помощь в виде субсидий. Хотелось бы еще больше поддержки для того, чтобы развивать животноводческое направление. Для того, чтобы разводить скот, нам требуются разные механизмы поддержки. В дальнейших планах главы хозяйства увеличить поголовье скота и построить современную зимовку. В 2012 году, благодаря программе Сабага, хозяйство значительно поднялось и обновило технику. А уже в этом году закупило дополнительную технику на 41 миллион тенге. Если говорить в общем о государственной поддержке, то по сравнению с прошлым годом, ее объемы в сельском хозяйстве удвоились. Благодаря этому сейчас увеличивается поголовье КРС и лошадей. Крупного рогатого скота на 11% увеличилось, а поголовье лошадей на 18%. Теперь наша задача поправить положение по мелкому рогатому скоту, которого сейчас недостаточно. Но и в этом направлении сейчас готовятся конкретные проекты. Всего в районе насчитывается более 1200 крестьянских хозяйств, большинство из которых задействовано в животноводстве. В будущем в городе Айагос планируется построить большой мясокомбинат. И сейчас для этого ведется определенная работа с инвесторами. Сауля Байгалиева, Юрнур Калелов, телеканал Семей.